В эфире программа Эршадай. И сегодня я хочу поговорить на тему «Вошедшие четвертое измерение». Что такое четвертое измерение? Это духовный мир. То, что произошло в четвертом измерении, мотивирует то, что будет у тебя на Земле. Пока на четвертом измерении не произошел определенный контакт, или в четвертом измерении пока не решилась твоя ситуация, здесь на Земле она не осуществится. Именно ты являешься человеком, знающим Бога, и ты в своем четвертом измерении Бога решаешь свои проблемы. То есть ты входишь в молитву и говоришь «Господь, мне нужно решение проблемы». И ты молишься об этом. В четвертом измерении ты с Богом решаешь эту проблему, и твоя проблема полностью решается, и ты победитель. Вот как решаются проблемы в четвертом измерении. Я считаю, что каждый человек должен жить в четвертом измерении. Или входить в четвертое измерение. Но четвертое измерение Бога. Как входить в четвертое измерение? Благодаря молитве, благодаря поклонению. Музыка – это большая сила. Когда ты включаешь музыку, которая поклоняется, или славит, или прославляет Бога, это притягивает самого Бога, и присутствие Бога на землю, в твою комнату, где ты поклоняешься Богу. И приходит присутствие Божье, и там ты можешь поклоняться и двигаться в Боге. Но что тебе нужно для того, чтобы постоянно быть в четвертом измерении, чтобы постоянно двигаться в четвертом измерении? Что тебе нужно? Первое. Тебе нужно заплатить цену. И эта цена не деньги. Это цена посвящения. Что такое посвящение? И тогда ты говоришь, какой ты личность, я посвящаю себя тебе, и теперь я буду делать то, что ты хочешь, выполнять твою волю и прочее. Ты должен знать близко Бога, делать Его работу, выполнять Его миссию, и тогда ты будешь в четвертом измерении иметь все. Второе. Узнай свою работу в Боге, свое призвание, и начинай жить не для себя, а для неба. Если ты хочешь иметь все, ты должен жить не для себя, а для неба. Если ты будешь жить только для себя, любимого, поверь, четвертое измерение ада тебя в порошок сотрет. Но если ты будешь жить для Бога, придет сам Бог и решит твои проблемы. Еще раз повторю. Если ты живешь для себя, любимого, ты проиграешь и потеряешь все. Но если ты живешь для Бога, для Его миссии, для четвертого измерения Божьего присутствия, то ты победитель. Потому что Бог приложит все усилия для того, чтобы ты победил. Третье. Если ты хочешь быть богатым и быть успешным, тебе не только надо знать Бога и молиться Ему, тебе не только надо выполнять Его волю. Если ты хочешь быть богатым и счастливым, тебе надо просто отдавать десятину. И четвертое измерение, духовный мир, будет прилагать все усилия для того, чтобы ты был успешным. Это законы. Это законы, они действуют. Давать десятину и Бог даст тебе идею для твоего собственного бизнеса, если ты хочешь. Как его реализовать и прочее, прочее. И поможет тебе этот бизнес открыть. Но опять-таки, те финансы и те деньги, которые ты хочешь заработать для себя любимого, ты не сможешь их иметь. Если ты Богу скажешь, Бог, я хочу иметь бизнес, для того, чтобы немножко было мне, а все остальное для людей, для тебя, Господь, служить тебе, сам Бог будет заинтересован в том, чтобы тебе было хорошо, потому что ты будешь служить не только себе, а людям. А если ты служишь людям, значит ты служишь Богу. Но для того, чтобы начать двигаться в финансах, надо отдавать десятину. Не давать десятину, ты обкрадываешь Бога, и ты проиграешь полностью и все цело. И четвертое. Умри для себя. Не моя воля, Господь, будет, да твоя. И когда ты так скажешь, когда ты будешь знать его близко, и умрешь для себя, Бог даст тебе возможности, дары, чудеса, уникальные вещи. Знаете, Дух Септой, когда приходит, Он наполняет человека сверхъестественными возможностями, дарами, дар чудотворения, дар своего знания, дар своего мудрости, дар веры, куча, куча. Ты станешь конкретным суперменом в Боге. И твоя жизнь, она полностью изменится. И ты будешь реальным суперменом. Действительно, суперменом и супергерл, да? Супердевушкой и супермужчиной. И будешь выполнять боль от Бога миссию. А поверь, если ты живешь для себя, это 100% дискомфорт. Тебе просто надоест. Вот я по себе знаю, да? Были такие моменты. Но когда ты живешь для Бога, это нечто невероятное. Это когда ты живешь для Бога, это ты имеешь все. Все, друзья. Ну, я даже не знаю, как вам объяснить слово все. Вот давайте я попробую. Это когда ты просыпаешься и ты понимаешь, у тебя есть все. Все, финансы, здоровье, успех, хорошее настроение, полезней нет. Но все, понимаете? Все. И самое главное, нет проблем. Вот просто нет проблем. Когда появляется, они решаются вот так. Вот. Вот поэтому тебе нужно быть четвертым. Тебе нужно постоянно жить четвертым измерением. А что такое четвертое измерение? Это там, где живет Бог. Четвертое измерение третьего неба. Если ты это выберешь, если ты выберешь самого Бога и будешь жить четвертым измерением, ты победишь. Знаешь почему? Потому что ты рожден быть победителем. Вот.